А, Галя, это тетя Надя, мать Игоря, да, да, Галя, твоя мать тоже с ученого дня. Ой, свадьбу кодову Ляли. Галя, как же ты моего Игорка захомутала? Как же ты Игоря захомутала, он же еще совсем дитет. Только 35 годов. А ты на его вчера на свадьбе, как кот на салу, ледела. А, я тебе так вот. Вытирай пылю, куполка. Вытирай по утрам пылю. Увешу, что ты в доме грызишь, что развела. Сама буду приходить, что вас убирать. Не могу больше ничего говорить, перезвоню тебе потом. Прошло 10 лет. Здравствуй, Галла. С праздничком тебя, Галла. Как с таким? 10 лет, как Игорок мой, с тобою еще живет, Галла. Как там, мой сыночек? Ну, хорошо, шо спить. А че ты его будешь будить? Не надо будить. Не надо. Рассказывай, как там, мой внучек? Как там, мой Андрюсик, тюлютюсик, мой зюзюсик, мой зюзюленька, моя сладенька. А че ты чихаешь там, Галла? Я не пойму тут. Ну. Ну и че ты чихаешь в разные стороны, Галла? Прято, мой сыночек, мой внучек. Затыкай нос, рот и уши, Галла. Ну, че я делаю? Плакаю я тут. Че я могу делать, когда говорю с тобою? Вот так вот, а все время и плакаю. И жену хотела для Игоря красивую. А тут вот, а ты. Ой, да ты мне лучше скажи, вытирала ты пылюку с утра или нет? Ну, хорошо, хоть к этому я тебя проучила, Галла. Я ж че тебе позвонила, Галла? Сон мне был плохой. Ну, конечно же, про тебя. Как будто Игорку, маму, ты изменяешь, Галла. Да, ты знаешь, с кем, Галла. А че ты, не знаешь, что ли? Не знаю, Галла, к чему я дотсом. Но давно хочу тебе спросить, Галла. Че ты меня так не любишь? Даже внучек, кровиночка моя, на мамку твою похожую. Не могу ничего говорить, Галла, потом я тебе перезвоню. Прошло много-много лет. И Галочка, здравствуй. Вы пылюку вытирала тут раз. Умница. Галла. А ты не знаешь, я вытирала. Ты-ка я тоже не знаю, Галла. И че я тебе позвонила? Че ты, Господи, голова задумает? Ты правильно про свадьбу с тобою поговорить. Ну, хорошую вчера свадьбу внучеку Андрюсику сыграли, Галла. Хорошую. Ну, потеряла вчера свои очки, я же, бенегретик. Ну, без очков все разледела, Галла. Все разледела. Девочку разледела. Ну, совсем она, Андрюсику, не пара, Галла. Ну, совсем не пара. Вон сидела гладкой за столом, а нацу против его, тьфу, квела я. А ты, Галла, пара была, Игорку маму, пара. А вон уже тогда был толстый, ленивый и пляшивый парадик. И всю жизнь за тобою проспал кабаняка. Галла, ты мне лучше скажи, ты с Андрюсиком говорила с утра? Их же сегодня была брачная ночь, Галла. Ну, а че же ты мне не рассказываешь? Как мне интересно. Все мне интересно, Галла. И как ты позвонила, че вы поговорили, че там о тебе сказали, Галла? Ну, ну, че ты ревешь-то, Господи? Ну, че она тебе сказала? Послала, что ли? А куда, Галла? Ну, это ничего. Это ничего, Галла. Сколько раз ты меня туда посылала, Галла? Ну, теперь разочек тузык смытащи. Не рви. Я сейчас мигом оденуся, Галла. Мигом. Мы с тобою вместе к ним поедем. И за нашего Андрюсика, за Тюлюфюсика, за нашего Лопопусика, Галла. Что я тебе говорила? Правильно, дочечка. Научим ее пылюку вытирать. Это премьера песни, поэтому я очень волнуюсь. Я попрошу ребят выйти на сцену, а вас попрошу поддержать их аплодисментами, потому что они только что со службы. Песня называется «Женщина за рулем». Ну что, поехали! Я мчусь по гору, шикарная погода, Спидометр шкалит аж за пятьдесят. И все гаишники уже четыре года Меня совсем, ну совсем не тормозят. Да просто я при резком торможении, Когда махали пау и патрули. Раз пять подряд от сильного волнения Врезалась в инспектор в ГАИ. Женщина, 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 Женщина за рулем, Каблучком треугольным помечена, Зачет зелен, дорогу даем. Каблучком треугольным помечена, Зачет зелен, дорогу даем. Моя машина просто чудо, просто сказка. Уютно, как в квартире. Правда, я не вру. Наклеена внутри обои под покраску И капельная плитка на полу. На стенах две старинные картины И светится хрусталь под потолком. И белые турецкие гардины И шторы на стекле на лобовом. Женщина, 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 Женщина за рулем, Каблучком треугольным помечена, Зачет зелен, дорогу даем. Каблучком треугольным помечена, Зачет зелен, дорогу даем. Меня все любят, уважают постовые Рихтовщики и автослесаря. И знают все агенты страховые По имени и отчеству меня. И я спешу за рулю, От тела освободившись, Врубаю свой любимый дальний свет. И встречные машины, Словно сговорившись, Приветлив, мигают небо тверь. Женщина, 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 Женщина за рулем. Каблучком треугольным помечена, Значит, зелен, дорогу даем. Каблучком треугольным помечена, Значит, зелен, дорогу даем. Светлана Ростова Чисто женские одники. Прекрасная погода. По улице идет улыбающаяся женщина И говорит, господи, Ну как же я люблю, Когда рядом мужик. Рядом, я сказала. Вот я сказала, Женщины реагируют, аплодируют. Мужчины делают вид, Кому-то они ничего не слышали. Да мы не обижаемся, Дорогие мужчины, мы не обижаемся, Потому что мы привыкли к тому, Что вы не обращаете внимания На наши слова, на наши дела, На наши поступки. Да вы порой на нас внимания не обращаете. Жена мужу говорит, Вася, ну посмотри на нашего соседа, Посмотри, как он к жене относится, Посмотри, как он ее любит. Господи, я не могу. Каждый день цветы, подарки, конфеты На руках носит. Целует через каждую секунду. Ну почему ты так не делаешь? Почему? Он говорит, ты что? Я ее даже не знаю. Вот правду говорят, Если человека в детстве покусал вампир, Он вампиром становится. А тебя покусал в детстве баран. А с тобой вообще невозможно говорить, Потому что ты идиотка, Маша, понимаешь? Идиотка ты. Да, что тут непонятного? Что тут непонятного? Идиотка я, идиотка. Идиотка. А вышла бы замуж за генерала, Генеральшей была бы. Ну, как говорится, Семейная жизнь началась. Вот, вы знаете, Говорят, мужчина в браке, Это как муха На липкой бумаге. И сладко, И скучно, И улететь нельзя. А как хочется в полет. И вот, когда они остаются вот там, В небе, без нас, без женщин, О ком они говорят? О нас о женщинах и говорят. А я мужики со своей разведусь, Задолбала, Прямо как дятел, Долбик, Долбик, Тебя. Разведусь. Правильно, Мишаня, Правильно. Баба, Она должна место с вас знать. Моя вон, Слоу поперёк не пикнет. Да ты чё, Чё ты ей говоришь? Чё говорю? Говорю вот. Каждый раз по-разному. Говорю. Вчера, например, Приходит королева Из порога. Почему посуда грязная? А я ей говорю, Ну-ка, Цыч, Цыч. Я ещё полы не помыл. А я мужики со своей Нинкой Никогда не разведусь. У меня Нинка, Вот такая вот жена у меня, Нинка-то. Везучая баба у меня, Нинка-то, А? Везёт и всё. Сижу, Я там борщ хлебаю, А? Приходит. В новых туфлях пришла. Я говорю, Не понял, Нинок. Откуда туфля? Она говорит, Не поверишь. Не поверишь. Иду мимо помойки стоять. Я примерила мой разбер. О, Баба везучая, А? Вчера в новой шубе пришла. Да, В подъезде её разбера лежала. Везучая, Поэтому и везёт. А я не везучая, Поэтому и не везёт. Не везёт и всё. Один раз в жизни под кроватью Носки нашёл. Примерил. Не мой размер. Но для меня, Мужчины, Это сплошная загадка. Вот инопланетяне. Вот согласитесь. Вот, Ну, Иногда так бывает. Вот вроде, Как бы, Откажешь? Плачут. Согласишься? Не могут. Мне кажется, Что в нашей жизни Мужчинам всё-таки чуть-чуть легче. Чуть-чуть, Но всё-таки легче. Ведь, Ведь вы сами, Ведь вы сами, Дорогие мужчины, Говорите о том, Что мужчина за всю свою жизнь Хорошо Должен сделать только Три дела. Три. Посадить дерево, Построить дом И воспитать сына. И потом ему же. По барабану, Кто это дерево поливает? Кто в доме убирается? Каким способом сына растят? В крайнем случае, Дочь. Да нет, Вы не подумайте. Я не собираюсь выяснять сегодня, Кто лучше, А кто хуже. Мужчин или женщины. Но, Вот вы знаете, Я просто хочу сказать. Я сейчас смотрю на девочек, Девчонки. Если бы вы знали, Какие вы сейчас красивые, Какие вы очаровательные, Обаятельные, Как горят ваши глаза. И это правильно. Потому что, Вы отдыхаете, Девочки. Если бы вы знали, Как вам идет отдыхать. Но я по своему опыту знаю, Что после отдыха, Обязательно наступают будни. И для вас они тоже наступят. И вот, Когда они для вас наступят, Девочки, Вспомните этот концерт. И обязательно вспомните, Мой вам совет. Никогда, Никогда не спорьте, Не спорьте со своими мужьями. Сразу плачьте. А вы, дорогие мужчины, Не спорьте со своими женами. Не спорьте. Сразу Целуйте. Целуйте. И будьте счастливы. Товарищ гражданин сержанту, Я же к вам обращаюсь, Ну, Как к этому, К главному органу, Милицейскому. Ага. Ну, Как потерпевшая сторона обращаюсь. Да. Потерпела От Мужа своего, Который Два дня тому назад С дому исчез. Товарищ господин сержант, Найдите Этого ненормального. Ну, Так, Вы же Посудите сами, Ну, Товарищ граждан, Ну, Какой нормальный мужик Навсегда Исчезнет с дому Без разрешения жены. А? Ну, Я не волнуюсь, Это, Господи, Это, Че мне волноваться? Товарищ господин сержант, Это, Че мне волноваться? Это, Да он пускай волнуется, Чтобы я раньше вас Этого паразита не нашла. Ой, Я прямо не знаю, Вот, Что человеку надо было. Господи, Вот, Вот, Вот верите, Поглядишь на другого, Вот, Прямо душа, Вот, Ой, Сердце кровью обливается. Господи, Всю жизнь один, Всю жизнь один, Вот это вот, Мотыляется, Как, Ну, В проруби, Ну, Как пестик, Ага, А этот же, Господи, Ну, Я прямо не знаю, Как варенник у Христа За пазухой, Ну, Вот, Верите, Не семья цветник, Вот, Ну, Посудите сами, Ну, Товарищ сержант, Значит, Вот, Объясняю, Две дочери, Подростки, Ага, Погодки, Потом, Значит, Собачка, Бультерьер, Девочка, Потом, Значит, Я, Потом, Мама моя, Сестра ее, Близнец, Вот, Не поверите, Одно лицо, Одно лицо, Вот, С двух шалов не течишь, Ага, Он, Из-за их даже, Пить бросил, Ну, Че, Ну, Ага, Объясняю, Значит, Он пришел домой, Вот, На веселе, Ага, Дверь открыл, Лянул, А там четыре теши, Все, Три дня заикался, Так, Что, Какие скандалы в нашем доме, Товарищ лежат, А я прямо не знаю, Как оругань, Вот, Душа, Душу жили, Че, Обидно, Как оругань, Ну, Вот, Вы же посудите сами, Девочки, Подростки, Они же развиваются, Они же с утра до ночи, Музыку веселую крутят, Значит, А я беременна, И это времена, Собачка с утками воет, Мама с пылесосом, Сестра ее, Сестра ее, Сериалы смотрит, Я это, Вареники катаю, Песни пою, Не сегаля вода, А, Чуете голос, Цунами, Я когда песни пою, В соседних дворах, Сигнализация на машине, Страбатывает, Да ну и че, А че-то рассказалите, Возле все равно Никто никого не слышит, Ну я, Я не знаю, Может он и говорит, Че, Но это же, Знаете, Товарищ сержант, Как в этом, Как в акварель, А рот раскрыто, Звуку нету, Че, Какая женщина, Какая у его знакомой, Куда заночевал, Да вы не поняли, Товарищ сержант, У него в доме Шесть женщин, Ну, Понимаете, Он, Можно сказать, По уши в этом, В любви, Я же вам объяснила, У него в доме Все для жизни есть, Все, Вода, Еда, Телевизор, Все, И все по расписанию, Как в этой, Ну вы знаете, Строгого режима, В этой, Ага, В санатории, Какие особые приметы, Ой, Особые приметы, Какие приметы особые, Господи, Че там вам в нем особого, Так, Ухмылка природы, Это даже приметы Не назовешь, Ой, Мы не про это, Тогда есть, Есть, товарищ сержант, Постоянно хочет жрать, Ага, И что значит характерно, Что, Вот, А хлебом не корми его, Отдай вот что-нибудь мясное, А, А у меня для него, На его зарплату, Товарищ сержант, Вот, Из мясного, Только одно блюдо, О, Тут тебе мясо, Кость и добавка, Все, Че, Как зовут? Как его зовут? Как я? Иди сюда! Ну че, Иногда я что-то интимно зову, Там, А ласково, Знаете, Это вот, Игриво, Козлик! Ага, Ну че, Если вам для протокола, То можно не уменьшать, Че, Чем одеты были? Так, В одежде был одет, Так она у него одна, Ватник, Брюки, Кеды, Мы его не бережем, Товарищ гражданин сержант, Вы бы видали, Какие мы ему зубы Недавно поставили, Самый лучший, Из нержавейки, Десять килограммов Выдерживает, Мы не бережем, Да шо вы мельтешите передо мной, Я ничего не понимаю, Так, Ну-ка отойдите от села, Не закрывайте обзор, Я же видала под столом, Кеда знакома мелькнула, Ах ты поразит, Ну ты посмотри, Я бегаю его по всему городу, Шон здесь, В милиции под столом сидит, Ну-ка вылазь, Шо значит политическое убежище? Это побег, А за побег, я знаю, Полагается лишние три года, А для этого паразита, Я требую высшую меру, Пожизненное, Семельное, Счастье, Счастье, Аплодисменты, Аплодисменты, АПЛОДИСМЕНТЫ Просил это, уговорил это в военкомате. Ну, какая армия, ну какая армия, полетите на него. У него зрение минус восемь, плоскостопие, нурез. Услали аж в Петербург. Стройбат. Ну, батальон такой специальный, куда самых стройных отбирают. Ну, а Стасик-то мне, господи, любо-дорого полететь-то. Одна харизма чего стоит. А тут в прошлом месяце письмо от него получил. Это развернула, глянула фотку. Три дня плакала. Худюши. Килограмм сто двадцать осталось и вьем. Ужи из подшапки торчат, как у зайца. А самое главное, улыбается все время. О, успокаивает меня. Мол, мамка, все нормально у меня, все хорошо. Господи, как чувствовал, не провожали его в армию всем миром. Ой, неделю гуляли. А батька потом еще месяц. Ой, бабушка Стасику носков навязала в армию. Штук девятнадцать связала. В собачьей шерсти. Ритузы от травматизма. Ой, трезора всего подчистую вычесала. Он потом месяц в будке сидел выходить стеснялся. Ой, господи, а тут это письмо это. Не знаю, что думать-то. И главное, вначале-то хорошо пишет. Мол, мама, не беспокойтесь, у меня все хорошо, я не болею. Он мне в детстве такой слабенький был. А тут пишет, не болею я, мама. Потому что в армии больных нет. В армии либо жив, либо мертв. Потом пишет, что вилок в столовой не дают. Ну, чтобы, значит, детки не поранились. И на ночь в казарме синий свет оставляют. Ну, чтобы деткам сны хорошие снились. Добрые, про устав, про строевую подготовку. Ну, потом пишет, что вообще в армии все параллельно и перпендикулярно. Потом просит, чтобы я кота завела. Ну, да, так вот и написал. Заведите, мама, кота. Назовите его прапор. Приеду домой, убью. Потом пишет, чтобы я за Юлькой следила. Ну, за невестой его, за Юлькой. А как за ею следишь-то? Вот, за Юлькой-то, за этой, ой. За ей, гляди, не гляди. У ей харизма, у этой Юльки. Ну, а так сама из себя ничего, ничего, ничего не могу сказать. Сама ничего из себя. И хозяйственная поросей держит. Да, держит. О, а как же еще? Ой, как ее, я ее тут ругала. Юльку-то эту, господи. Она же поросей держит. Их же кормить надо. Она их держит, и все. Илана пишет мне-то, следите, мама, за ней. День и ночь следит. А, ой, господи, сыночка. Уж как за мной мамка следила. А я все равно в 16 лет тебя родила. Бабушка-то, она девочку хотела. Ага, ага, а я ей Стасика. Господи, как он там? Письмо вот это, прямо не знаю, господи. Написал письмо, оно обрывается. И последние слова. Мама у меня. Вот как будто, как будто сзади кто подошел. Как будто командир какой сзади подошел, и лопаты его по голове. И там главное не мама у меня, еще короче, мама у меня. Ну, понятно же, что у меня. Господи, сыночка, что ж ты хотел мамке-то сказать? Ой, может, там мама. Мама! У меня новая любовь. Познакомились в увольнении. Зовут Вера, 46 лет, трое детей. Господи, господи, господи. Да что ж это я сразу о плохом, господи, начиную? Ой, может, их увольнение-то не отпускают еще. Ой, 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 ой. Да что это я сразу себе накрутила? Господи, может, там и ничего особенного. Может, там мама у меня перхоть. Или мама у меня сопли. Сейчас выбью, заступлю в наряд. Все. Ой, сыночка, сыночка, миленький. Что ж ты хотел мамке-то сообщить, господи, сыночка? Криворукая ты моя. Что ж ты письмо не дописал, мамка, с ума сходите? Ой, скорее бы старость да в детство впасть. Господи. А может, там не мама у меня? Может, там... Может, там мама? Уместился так, и я в кабине УАЗика. И служу теперь шофером. И вчера наехал на гаишника. УАЗик в дребезг, я гаишник. Мама только свисток пролотил. И харизму свою помял. Алло? А-а-а, Стасик, сыночка! Слава Богу ж! Сыночка, ты откуда? Как отверглю? Господи, да шо, Юлька, Юлька, твоя все в порядке с Юлькой. За поросями ходить. Го, сыночка, ты письмо написала, но обрывается. Шо ж ты хотел мне... Карандаш сломался. А шо я хотел написать? Мама, у меня закончились деньги. Да вышлю, сыночка, вышлю. Ты там осторожно гляди. Ты, сыночка, от инфекции бери. Горло кутай. Слава Богу ж! А я тоже жинок. Служи, сыночка, честно. Служи честно, сынок, шо бы не было стыдно мне ни за тебя, ни за твою харизму. Ой, Паша, как я волнуюсь. Волнуюсь, я говорю. Чо-чо, чо-чо, чо-чо-кать сидеть. У твоей дочки свадьба через неделю. А ты чо-чо? Тринадцатый раз. Господи, число-то какое несчастливое, Паша. Ой. Вот веришь, вот как представлю я, что это ж... Это ж уже через семь дней. Это ж вся твоя родня. Всем таборам. Здрасте, пожалуйста. Все ж они припросы. Ой, Паша. Паша, у меня прямо руки-ноги похолодели, ей-богу. Паша. Паша. А чо, если мы эту дочкину свадьбу отгуляем без своих экстремальных родственников? Ну, чтоб они жениха, как обычно, не спугнули. Паша, ну мы всех твоих братьев после свадьбы позовем. Господа, всех позовем. Да какая им разница, твоим братьям, а? Ну, какая им разница, им... Где налили, там у них и свадьба. Ну, чо, не так, что ли? Ай, не так. А вспомни юбилей бабки Атлантиды, а? Девяносто лет бабки вспомни, ну. Ну, и как твои братья перепелися? Да без панцы. И перепутали рождение со свадьбой. А, бабка-то тоже хороша, Господи. Девяносто лет человек, она... Белый платок обрыдилась. Чоти свеклою натерла. Бусами в сундуках вся бабу сила. Все, сидит в углу. Ну, чисто невеста сидит. Ну, они ее и украли. Да ради кого-то мы куда-то спрятались. Хвата весело было. А бабку-то твою уже пятый год, никто найти не может. А вдруг они вот так вот от дочку нашу свистают? А я тебе, Паша, так слушаю. Чем с такими гостями роднями? Ей Бог, легче свадьбу сырать с обезьянами. Легче. Да я твоих братьев за всю жизнь, за всю жизнь только один раз трезвыми видела. И где? Где? На фотографии в детстве. Ой, да не кричи, голова без тебя болит. Все, хозяин ты в доме, все. Хозяин, все, хозяин, хозяин, все. Фу. Президент. Промажор Жбуш. Хозяин, Паша, хозяин. Правильно. Как ты решишь, так и шиш. Вот это вот, видал? Я дочку хочу хотя бы в тринадцать раз наверняка стыкнуть. Пожалею ее, у нее уже созрело все. По шестому кругу. По восьмому квадрату. Господи, за кого ты так лодку дерешь, а? Кого ты хочешь позвать, первую голову? Ой, ботельника Колю. Это, который с усом Чебурашки. Все, конец свадьбы. На всех свадьбах напьется и спит. А что ему не спать? В каре, в салате, ухе, в пельмени. Все, зови, 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 зови своего Чебурашку. Зови. Только вспомни, как твой Чебурашк на первой дочкиной свадьбе напился. И в щах заснул. В щах. И, главное, в себя вдохнул. Пол ведра. А выдохнул ведро. Да все на жениха. А то ты побежал с капустой на ухо. А Ромка этот ваш кинооператор, это с видеокамерой. Это стоит этот мутант. В смысле талант. Стоит на видеокамере. Снимает вот это все на видеокамеру. Три часа снимает, стоит. А сам видеокамеру с мясорубкой перепутал. А тедя помогает ему. Кассеты меня. Они ж тогда восемь кассет с мясорубой леди, вот. Который, Федя, который гордость ваша, который спортсмен, который в проруби, как дятел моржуй. Федя не пьет, ага, не пьет. За ухо он льет, то Федя не пьет. А кто на предпоследней дочкиной свадьбе напился? И жениха чуть не до смерти спал. Не Федя. Это ж надо такого додуматься. Это ж нормального трезвого человека. Такого даже его голову не пройдет. В холодильнике спрятаться. Он и по жизни-то страшный. Федя Крюгер. А тут а в холодильнике раздоле. О-о-о. Кетчупом, как дурак, измазался с головы-то ног. В руках баранья-нога. Яйцо колбу приморозит. Сидит в позе зародыша, ждет. Ну и дождался. Жених захотел водички холодненько попить. Сунулся в холодильник, а он ему оттуда. Хау. Жених по сей день в коме. Да все у вас такие. Господи, все такие. Дядя Сережа не то. Да что твой дядя Сережа? Дядя Сережа на последней дочкиной свадьбе напился и орал, что он быт-осеменитель. И всем телкам после свадьбы обещался свою осеменялку показать. Да иди зови, кого хочешь, зови. Ну на дорожку сядь, на дорожку. Чего это было? Подвалзи к двери, посмотри. Кто там? Дядя Сережа. А что он приперся? На какую свадьбу? Кто его звал? Ты. Ты что-то всем уже телеграму отправил. Но нету дочки свадьбы с таким папкой уехал. Ну что теперь делать? Открывай. Что уже? Рассекретились. Вон уже твоя родная кровь за неделю до свадьбы за порогом торчит. Добро пожаловать в гости, дорогие. Я думаю, творится, я вот даже не знаю, как вам рассказывать. Ну, начну с самого начала, я начну все по порядочку. Знаешь, вчера по телефону я разговаривала с Веркой. Ну, о чем мы с ней говорили, баба? Ну, ни о чем таком мы с ней не говорили. Ну, говорили о своем женском. И она у меня вдруг спрашивает, говорит, Клава, а что ты себе подарила на 8 марта? А ей так это, значит, ой, я купила себе такой лифчик за 500 рублей. Ну, вот так вот мы, значит, с нею разговариваем. Лежу у бабы, двери комнаты открываются, и на пороге. На пороге стоит мой Коля. Ну, как вам сказать, баба стоит? Стоит в трусах, с аргументами в руках. И глаза прямо вот так вот к носу. Я у нее сразу спрашиваю, говорю, Коля, что случилось? А он мне тихонечко-тихонечко говорит, Клава, я что-то не понял. Я не понял, что ты там себе такое купила. Я говорю, господи, ну, я тут Асферка разговариваю. Это, это наш разговар. Ты ничего не поймешь, ты ничего не знаешь. Иди читай. Бабы, вы не поверите. Он вдруг ни с того ни с сего как заорет. Повтори, что ты сейчас про лифчик сказала. И он так заорав, что я перепугалась за трубку, бросила. Я говорю, Коля, Коля, что ты так весь из себя возбудился? Из-за этого, что ли? Он говорит, я? Я из-за цены возбудился. Я говорю, так тоже такого шикарного магазина. Ну, ты что, это за валюту. Это совсем недорого. Я тебе сейчас все расскажу, я тебе все объясню. Ты же ничего не знаешь. Он говорит, что ты мне объяснишь? Что ты мне объяснишь? Что ты мне расскажешь? За валюту, не за валюту, 500 рублей, лифчик. Что ты мне объяснишь? Объясни мне, чего за такие деньги ты в нем собираешься носить? Я говорю, картошку. Ты что, что я могу лифчики носить? Ну, вы знаете, бабы, когда он про картошку услыхал, он сразу начал отходить, сразу говорить, хорошо. Хорошо, я в принципе, я не зверь, я все понимаю. Я понимаю, что моя баба раз в жизни себе купила подарок за валюту. Ну, хорошо же, купила, носи. Но мне, Клава, кажется, что он у тебя обязательно, обязательно должен быть на меху. За такие деньги. Я говорю, Коля, на каком меху? На каком меху, когда это летний вариант, на каком меху? Когда это без бретели, когда это не чашечки. Он говорит, как? За пятьсот рублей у тебя только чашечки? Даже без блюдечков? И сразу весь посынел. Бабы, я перепугалась, я начала ему уши растирать. Не помогает. Я хватаю газету, начинаю его обмахивать. Сама же, я же кричу, я же успокаиваю. Я кричу, Коля, успокойся. Это импортный вариант. Это совсем недорого. Бабы. Он глаза подкатил. И тихонько мне шипит. Клава, носи наши. Ну, вы же понимаете, я ему сразу объясняю. Я говорю, Коля, ну я не могу его носить, понимаешь? Я не могу наши носить. Когда я наш лифчик надеваю, у меня такое ощущение, будто у меня грудь на спине. А он кричит, задом наперед надевай. Я кричу в нашем, я себя уродом чувствую. Он кричит, а я кем себя чувствую с такими ценными? Кем я себя чувствую, когда я за месяц на четыре чашечки не зарабатываю? А я кричу, а Бондарев, он же напугается, дубленки не зарабатывает. Бабы, я же что-то кричала. Я же его хотела как-то успокоить, а лучше бы этого не кричала. Потому что он у меня сразу спрашивает, а чего та дубленка стоит у себя? А я его дура сказала. А он услыхал эту цену и окаменел. Как был в трусах, с аргументами в руках. И глаза как кастрюли. Вот верите, бабы, памятник российскому мужу-кормильцу. В коридоре теперь стоит и мешает. Я что только с ним не делала, бабы, грелочку к нему прикладала. И скалка его била, ничего не помогает. Я уже Верке позвонила, все рассказала. Ну что она мне советует? Говорит, покричи ему погромче в ухо, почем на рынке кило мяса. И вон у тебя весь рухнет. А я и думаю, бабы, ну че же я покричу? Ну рухнет. На фрагменты по коридору рассыплется. А сколько лет вместе прожили? А так, может, я его еще как ласкаю отогрею. Чаечком отпою. И буду уже потихонечку его готовить к ценам. О, пипл! Как настроение, а? О, наши в зале. Спасибо, пацан. У меня тоже, блин, такое сегодня настроение. Прикиньте. Одиннадцать лет От звонка до звонка На последней парте отсидела И в этом году обнисти я Прикинь, Никто теперь тебе не будет мозги сушить. Двойками тушить. Всякие разные дурацкие вопросы задавать. Типа, Катя, Ты знаешь, кто такой Пушкин, Лермонтов и Гоголь? Марья Ивановна, Не, ну какая фигня вас интересует? И самое главное, предки Не будут тебя малосолить. Как тебе хайр стричь? Потому что хайр для меня-то святое. Люблю каждый день по-новому хайр лохматить. Прикинь, меня так и зовут. Катя Хайр. А че, нормальная кликуха. Не то, что у Васьки, прикинь. Пацан в нашем голосе. Васька-паук. И всего-то один раз пацан муху в компоте не заметил. Не, нормальный пацан. Вот такой мы с ним дружили. Сейчас, короче, школу закончили. В армию намылился. Конкретно. От института косить. Не, вообще, вся братва расползается. Прикинь, Наташка доцент. Там, короче, в рекламу. Конкретно слоганы сочинять. Типа. Кто прекрасней всех на свете? Слон в колготках голден леди. Сашка тормоз, прикинь. Тот мечтает какому-нибудь конкретному, навороченному шишкарю. Водилой. Вообще, прикинь, картину. Шишкарь на Феррари и тормоз за рулем. Но Петька-панк, тот, короче, еще не определился. Не, была у него фишка, прикинь. Хотел пацан по-взрослому, поближе к природе, фермерам, типа, картошку хоронить. Ну и поехал к бабке на стажировку. В чем был, в том и поехал. Железо, косуха, шузы на платформе. На башке гребень зеленого цвета. Типа ирокез. Приехал в деревню. Тасуется по деревне в таком, прикиньте. Прикинь, все ему там нравится. Букашки, ромашки. О, прикинь, на заборе гриль небритый, кукарекает. О, коровка. Интересно, коровник, короче, сунул башку. А корова, дура. Прикинь, зелень на башке увидала. И заживала. Петька в крик, на крик бабка прибегает. Отойди, отстойла. Корову испугаешь. Он не понял. Это кто отстойла? Это типа я отстойла. И на бабку с кулаками, а у бабки в руках лопата была. Короче, Петька как гребка в землю ушел. Теперь ноги ремонтирует, экстремал. Не, я не буду так рисковать. Да нафига. Я, короче, шоу-бизнес пойду. А че? Меня с детства на сцену тянуло. Я с детства такая. Такая разбитная, такая шикарная была. Это потому, что мамка нашла меня не в капусте, а в конопле. Папка, когда меня первый раз увидел, неделю ваяц-то кирпичами кидал. Он у меня культурный, прикинь. Меня тоже к культуре приучает. Блин, классика и душит по-черному. Все время этого композитора ставят. Забывал о фамилии. Такая фамилия, как Кликуха. Че-то про ментов. А, Мусорский. Папка мне всегда говорил, Катя, запомни, не важно, кем ты в жизни станешь. Главное, чтобы ты была культурным человеком, Катя. А культура, это... Культура, Катя, это если ты наступила в муравейник. Извинись перед каждым. А мамка говорит, да не слушай ты его. Всяк он в фигню лепит. Вообще, самая прикольная песня это про драку в больнице. Летят утки. А мне че, мне чем прикольнее, тем лучше. Час на эстраде все прикалываются по-взрослому. Сейчас же главное не тема, сейчас главное прикол. Короче, пойду хайр лохматить. Прикид реставрировать. И самое главное приколы репетировать. Спасибо. Ой, а годы, а годы, как птицы летят. Ой, точно, летят, как птицы годы. Вот уже год пролетел, а не заметили даже. Ой, вот так год за годом и детишки уже повырастали. Вот только в песочке вот и игрались, а уже все, уже переженились, выросли. Ой, у меня их двое деток. Сынок и дочка. Ну, так что я и свекровь, и теща, все в одном лице. Как говорится, гибрид. Свекрёща. Да не, я к молодым не суюся. Да вы что? Да не, да больше упаси. Главное, чтобы между ними мир был, лад, любовь. Да я к ним, не-не-не-не-не, да я даже в последнее время не хожу к ним. Да что ходить, они мне все равно двери не открывают. Так только, иногда по телефону, позвоню по телефону. Иногда, иногда. Каждый час звоню, в общем. Ой, господи, сыночке надо позвонить, а я тут-то вот с вами. Ого, и прямо не знаю, что... Алло, алло. Алло, сын, это я. Сына, ну, ну как там у тебя? Ну? Сына, что-то голос какой-то, мне не нравится твой голос, какой-то он у тебя слабый, сына. Сына, ты сегодня кушал, сына? А-а-а. Ну и чем тебе эта лохудра кормила, Сюнь? Яичницу жарила. У-у-у, ты полиди, а-у-у. И получилось, а? Со скорлупкой? Слава богу, не сапилками-то. А на обед, что пюре? Ой, ты глянь, прямо не жена, шеф-повар-ресторона Макдональдс. Я тебе так скажу, золотые у твоей жены руки. Только растут не из того места, сына. А-а-а. А-а-алё? А-а, доча, доченька, доча радость моя. Здравствуй, доча, здравствуй. А-а-а. Как ты там, доченька? А-а, устала? А-а, чё такое? Всё время просит есть. От кашалот. Ну ты поглядь, ну шо за мужик, ничего не интересует мужика, кроме пожрать. Поведи его, троглодитов, цирк. Пусть он посмотрит, сколько собачка за кусок сахара бегает. А-а-а. А ещё лучше поведи его в зоопарк. Там вообще написано зверей не кормить. Доча, ну-ну-ну-ну-ну жарим у яичницы. Ну яичко разбей, я же тебе учила, доча. А-а-а. Жарила? Ну и чё он тогда хочет? Ой, ты поглядей. А-а-а. Ты погляди на ней. Ой, я не могу. Ты поглядь. Шкарлупка попалась. А ты ему скажи, в шкарлупе много кальция. А кальций укрепляет зубы, ногти и рога. А-а-а. Шо он там бухтит? Куда он там собрался? В какую такую сауну с друзьями оттянуться? Не пущай. Я тебе говорю, не пущай. Знаю я эти парилки. Там мужики всё успевают, кроме помыться. И такой тайский массаж, шо худеет, только кошелёк. Говорила же ей, предупреждала. Зачем тебе этот гиббон? Как раз и послушает мать родную. Ой, мама, да как же, да он самый лучший. Ой, мама, полетит он спортсмен. О, он бодибилдингом занимается. Ой, куды там? Занимается бодибилдингом. Занимается бодибилдингом. Бодибил. Алло, свекрёшься на трубе? Сын, это ты, шо ли? Так не узнала, потому что голос такой загробный. Шо такое случилось? Поссорились? Слава Богу. Я говорю, в чём причина? В баню не пускай. Вот стерва. Да другая бы молилась, шо мужик у неё частюля. А я тебе шо говорила? Я тебя предупреждала с самого начала. Зачем она тебе нужна, и талакудра? Зачем она тебе нужна? Посмотри, Людочка с третьего этажа, какая девочка, господи, 48 лет. Ой. А ты мне шо говорил? Мама, она вам нравится, вот вы на ней женитесь. Она страшная. Да у куды там страшная. Ну и хорошо, что страшная. Было бы кому дачу охранять. Шо тебе вот это вот? Ну шо она тебе талакудра? Ну шо она тебе хочет? Как ей Гавайи? Отдохнуть хочет? Ой, ты глянь, устала. Пусть постирает лучший отдых. Лучший отдых это Гавайи, а в тайгу она не хочет. Комары, палатка, медведи, баунти отдыхай. А я тебе говорила, я тебя предупреждала, как мать, я же чуяла, я же видела ее, эту лохудру эту. Шо ты на нее будешь всю жизнь сахатить, как папа Карла. Всю жизнь не разгибаясь, рогами в землю, горбом к солнцу. Алло, мать на проводе. Да, доча, твоя мать. Шо такой голос? Я не поняла, шо за слезы. Шо он там с собой делает? Не пускает в круиз. А шо предлагает? К бабке в тюмень? А за полярным кругом у него никого нет? А я тебе говорю, только богам, на меньшее не соглашайся. Нет, нет. Ой, ой, не могу. Это у него-то нету денег. Да точно, заначку сделал. Доча, слушай, мать, ночью подожги тряпку и кричи пожар! Он свою нычку первой спасать бросится. Вот тут ты кассу и бери! Слушай меня, мать плохого не посоветуй. Поняла? Действуй. А я на кухню пойду. Отцу яичницу по-быстрому приготовлю. А то дед с бани вернется, а у меня на кухне еще конь не валялся. гражданин следователь. Да я ни в чем не виновата, гражданин следователь. Ой, ну я вам сейчас все объясню, гражданин следователь. Записывайте. В тот вечер мы играли отелу. Шел пятый финальный акт. И по ходу спектакля артист Бабаян поинтересовался молилась ли ты на ночь Дездемонна? Дездемонна! Ну вы знаете, гражданин следователь, ну какая я была в тот вечер затурканная, какая я замотанная была. Генку моего в школе укусили. Кто-кто? Зауч на педсовете. И вот представляете, я стою на сцене и чувствую, что я не помню. Я не помню, молилась я или я не молилась. Я говорю Бабаяну, я говорю, Эдик, я не помню. Эдик, души скорей. Сойдет и так. Домой пора, спина болит. Нет, гражданин следователь, это слова не из Шекспира, это слова из меня. Ну, конечно, у Бабаяна квадратные глаза от неожиданности. Но он виду не подает и говорит, ну, Дездемонна, ложись, удобней. Сейчас я буду лютоват. Да, гражданин следователь, он принудил меня лечь. А что, он стоя мне будет душить? Господи, метр пятьдесят в прыжке. Да стоя, он меня сможет задушить только с табуретки. Конечно, я легла, куда деваться? Я не звала на помощь. Зачем не звать на помощь? Гражданин следователь, что вы такое подумали? Вы подумали, что Бабаян? Вы его точно и не видели, гражданин следователь. Это же телепузик кавказской национальности. Да я же с ним и за миллион долларов. Хотя, нет, ну откуда у нашего Бабаяна миллион долларов? Конечно, я легла. Я лежу, я жду, когда меня придушат. В театре тихо сочувствуют. И на меня вроде как накатило. Я говорю, отелла, муж, давай же перед смертью пожрем, как люди. Слугам прикажи, пусть принесут салатик, пиво, рыбки. Потом придушишь нафиг. и домой. И в этой тишине какой-то зритель с балкона крикнул, ну чё ты жмёшься, негра? Ну и покорми бабу. А другой из портера крикнул, господа, а в чём базар? Конкретно накрываем поляну и все дела. И в это время на сцену выскакивает артист Смирнов, который Яго и на весь театр кричит. Граждане, вместо того, чтобы в храме искусства накрывать лужайки, лучше помогите задушить эту заразу. Вы представляете, гражданин следовательный, это он про меня. про лучшую дезимону России уже 25 сезонов подряд. Конечно, я ему возразила. Я говорю, ах ты козёл. Это я зараза? Да больше заразы, чем твоя жена, артистка Смирнова. Нет в природе. И конечно, я ему рассказала всё, что я знаю про его жену. Он же думал, что его заразе всего 38 лет. Вы представляете? Да она в нашем театре на сцене уже 64 года. Да она играла Троцкого ещё при жизни Ленина. И в это время на сцену выскакивает этот Смирнов и кидает в меня копьё. В меня бедную без защиты. В меня интеллигентную. Что? Кто бросил в потерпевших Смирновых две лавочки, трон, кровать, огнетушитель и артиста Бабаяна? Ну я? Но как мне при этом аплодировали и просили на бис повторить список тех, с кем Смирнова жила с 1913 года? Между прочим, в алфавитном порядке. И когда я дошла до буквы Д, на сцену выскочил наш главный режиссёр Дрюкин и закричал, кто первым придушит Дездемону, сразу даю народного артиста. Вот это была провокация, граждане следователи. Записывайте за звание народного. Они топтали и душили друг друга и зрители рванули на сцену. Они бежали и кричали вперёд за Дездемону. Завязалась драка, вызвали ОМОН и когда я увидела, что на сцену выезжает БТР, я схватила его за колесо, оторвала пулемёт и как дала очередью по Яго по режиссёру Дрюкину, по нашему театру, по всей нашей жизни. Это был мой лучший спектакль, когда не следователи. Я думаю, что после этого они просто обязаны мне дать звание народная артистка России. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот ты знаешь, всё-таки хорошо, что мы с тобой решили не есть после шести. Хорошо, понимаешь, вот всё-таки ну, голодаешь, это же организм, он очищается от шлака, он всё лишнее выбрасывает, это же хорошо для организма, но чё ты молчишь? Хорошо или нет? Слушаю. Слушаю, как холодильник работает. Там внутри столько всякого. Так, всё, прекрати. Сколько мы уже голодаем? Три часа двенадцать минут семнадцать секунд. Три часа? Как ты думаешь, я уже очистилась? Чего это? Там внутри столько всякого. Ничего, ничего, ничего. сейчас поглодаю и буду девяносто, шестьдесят, девяносто и ноги от ушей. У тебя чё, ещё одни ноги вырастут? А со старыми чё делать? Может поедим, Всё, никаких поедим. Никаких поедим, никаких поедим. Чё там бухтишь себе под нос? Вспоминаю, как еда называется. Борщик. Так, прекрати. Соляночка. Я говорю, замолчи. Шнецеллюлечка. Хватит, в конце концов. Да у меня уже щёки опали, как листья с ясеня. Выполни моё последнее желание. Покажи, как курица в морозилке лежит. Да я тебе уже сто раз показывала. Сто раз. Сколько ещё можно? Ещё раз покажи. Мне уже недолго осталось. Ладно, смотри, обжора. Курица в морозильнике лежит вот так. Спасибо. Я такой красоты даже в гастрономии не видел. А у нас ещё шфротики в морозилке лежат. На блюдечке. Мальчик, девочка. Рижское золото. Пойдём посмотрим, забудь о том, что у нас есть холодильник. Забудь и не вспоминай. Нет у нас холодильника, понимаешь? Нет, украли его. Да как же забудь? Ты слышишь, как он работает? Да ты пойми, ты пойми, когда голодаешь, очищаешься. Понимаешь? А когда очищаешься, лёгкость в организме. Вот лёгкость. Я уже чувствую, что я вот лёгонькая. Понимаешь? Я лёгонькая, как пушиночка. Вот если сейчас дунешь на меня, я прямо лечу. Вот улечу, если дунешь на меня. Взлёт разрешаю. Приятного полёта. А я пока и ищу, уж прочь. Сидеть. Я если улечу, то продукты с собой заберу. Будешь нести их в клюве, обхватив когтистыми лапами. Чё ты там бухтишь? Курицу покажи. Не покажу. Покажи. Не покажу. И вообще запомни, мы теперь после шести никогда есть не будем. Никогда. А мне уже всё равно. Щёки опали, нету щёк. Глаза и сразу ребра. Вот скажи, ты мне на могилке памятник поставишь? Жареную курицу с макаронами. Что всё время на холодильник обьядываешься, а? Смотрю, чтоб не угнали. Вот честно скажи, есть хочешь? Честно хочу. Сколько мы же голодаем? Пять часов, семьсот минут, тысячу триста тридцать две секунды. Что это такое? У меня талия уменьшилась. На два миллиметра. Уменьшилась талия. Ты представляешь, что это для женщин? Талия уменьшилась. Господи, у меня сейчас такое настроение. Да я просто запою, как птичка. Ты хоть помнишь, как птицы поют обжора? Конечно помню. Сядет на ветку возле форточки и орет. Дайте жрать. Дайте жрать. Дайте жрать. Давай покажем, как шпротики лежат. Ладно, давай покажем. Шпротики в холодильнике. Пальчик, девочка. Рижское золото. Может телевизор включим, а? Да никаких телевизоров. Там только про еду и говорят. Тогда пойдем послушаем, как холодильник работает. Господи, ну что его слушать? Работает, работает. Тихо. Что? Слышь. Что? Кто-то жрет в доме. Кто в доме жрет? Да это я. Да это я. Это я показывала, как холодильник работает. Вспомнила, сколько там всего. Я не знаю, она сама вот эта дамажная. Ну ладно, ну ладно, Свет. Ну хочешь, я тебе покажу, как маринованные огурчики в банке плавают? Покажи. А теперь покажи, как холодец трясется. Я тебе давно хотела сказать, вот когда ты голодный, тебе столько вот этой вот уротики. Сколько нам еще осталось, да можно есть. Вечность. Цыпленок жареный, цыпленок пареный. Прекрати про еду петь. Ну где здесь про еду? Да это песня про обжорство. Как ты думаешь, курица из холодильника не сбежала? Ты что, совсем уже она в морозилке замороженная? Лежит себе, полеживает. Никаких проблем. Нервы никто не треплет. На работу ходить не надо. Голодать не надо. Вот ты когда похудеешь, что будешь делать? Есть. Сколько нам еще осталось? 12 секунд. Не может быть. 7, 6, быстрее считай. 4, 3, 2, 1. Можно. Светлана Рожкова и Юрий Евдокурин.